Когда Адам и Евы согрешили, они вдруг осознали, что они наги и почувствовали одиночество. Но Отец Небесный послал к нам своего сына, чтобы искупить нас и вернуть нас к себе. Мы больше не обязаны быть сиротами, мы усыновлены. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Шалом вам, возлюбленные, меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы начинаем особенную серию, которую я назвал «Кто Отец?». Больше всего нам с вами нужно знать нашего Небесного Отца. Лично. И понимать, что мы Его дети. Знаете, что сказал апостол Иоанн в своем первом послании? В третьей главе первом стихе он сказал так. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Я рекомендую вам просмотреть всю серию, потому что в ней много простых, но глубоких истин, которые принесут вам свободу. Ничего не пропустите. Познание Бога как Отца — это цель Евангелия и причины, по которой Отец послал Иисуса на землю. Многие из нас сфокусированы только на Иисусе. И так мы много упускаем. Хотя Иисус — Бог, и мы поклоняемся Ему как Богу, но на Иисусе все не заканчивается. Иисус пришел, чтобы восстановить наши отношения с Отцом. Не поймите неправильно. Мы в отношениях с Иисусом, и так будет всегда. Мы будем стоять перед Ним на небесах и кидать венцы к Его ногам за то, что Он спас нас и умер за наши грехи. К Отцу можно прийти только через Иисуса. Но именно Отец послал к нам Иисуса, чтобы восстановить наши с Ним отношения. Именно поэтому Павел писал, что мы приняли Духа усыновления, которым теперь можем взывать к Нему Авва или Папочка. Бог желает, чтобы мы знали Его как Отца, и это самая важная нужда. Давайте рассмотрим это детальнее в историческом разрезе. Вы знали, что первый человек, Адам, назывался Сыном Божиим? Да, он был назван Сыном Божиим. Например, в Евангелии от Луки, 3 главе, 38 стихе, сказано «сын Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Вот видите, Адам действительно назван Сыном Бога. Бог создал Адама по Своему образу, чтобы он мог относиться к Адаму как к Своему Сыну. У многих из нас тоже есть дети, у многих, но не у всех. И часто наши дети очень похожи на нас, и они относятся к нам как к мамам и папам. Так и Бог создал Адама по Своему подобию, чтобы относиться к нему как к Сыну. И поэтому Адам назван Сыном Божиим. Но что же произошло? Люцифир, или Сатана, пришел в Эдемский сад. Сатану уже прогнали с небес. Почему же его прогнали? Потому что ему не нужен был отец. Сатана не хотел, чтобы Бог был его отцом. Он хотел быть независимым и таким, как Бог. В книгах Исаии и пророка Иезекииля мы видим описание того, кто такой Сатана, и как он выглядел, каков он был по поведению. Сатана хотел подняться на высоты и стать таким, как Всевышний. В книге Иезекииля, 28 главе, находится очень детальное описание того, что было в сердце Сатаны и что привело к его изгнанию с небес на землю. Давайте посмотрим книгу Исаии, 14 главу, 13 стих. Господь пророчески обращается к дьяволу и говорит, «А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вот из-за гордости Люцифер захотел стать таким, как Бог. Он хотел подняться над Богом. Ему не нужен был отец. Он хотел быть самым главным. Итак, давайте посмотрим 28 главу Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плач о царе Тирском, и скажи ему». Это была пророческая личность, которая символизировала пророческие события. Он был символом великих событий. Так говорит Господь Бог. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в Саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. И золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей, внутренне твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, и изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Его сбросили на землю. А чем же он соблазнил Адама, который, как мы видели в Евангелии от Луки, был назван сыном Божиим? Чем сатана соблазнил Адама? Он сказал, если ты съешь плод этого дерева, то станешь таким, как Бог. Разве это не то же самое, что сатана сказал на небе, и это привело к его изгнанию? То есть тот же дух, который привел к изгнанию сатаны с небес, начал искушать и Адама. А когда Адам пошел на это из-за того, что его жена Ева уже была обманута, все началось с того, что дьявол обольстил Еву. Он сказал, если вы съедите это, то станете такими, как Бог. Затем Ева обольстила Адама. А когда они съели тот плод, произошло разделение. Они сразу же осознали, что они наги, а еще они утратили это ощущение сыновства. Это очень важно, потому что изначально люди были созданы для того, чтобы иметь сыновья отношения с Богом. Конечно же, я имею в виду сыновей и дочерей. Речь об отцовских отношениях с Богом. В послании к Коринфянам сказано, что Бог принял нас как сыновей и дочерей. Итак, мы были созданы, чтобы быть сыновьями и дочерями Бога. Но когда Адам согрешил, это ощущение сыновства было утрачено. Поэтому Отец послал Иисуса, чтобы вернуть нас в те отношения, в которых мы знаем Бога как Отца. Давайте сделаем шаг назад. Я хочу вам кое-что показать. Это Бытие, 3 глава. Напоминаю, что в Евангелии от Луки, 3 главе, 38 стихе, Адам назван Сыном Божиим. Мы уже смотрели на это. Но давайте посмотрим на то, что сказано в Бытии, 3 главе, с 1 по 10 стих. Я хочу показать вам, что это основополагающая библейская доктрина. Я хочу не просто вызвать вас чувства, а показать вам основание моих слов. Давайте же посмотрим, что произошло там. Кстати, книга Откровения тоже называет Сатану Змеем. Книга Откровения была открыта Иоанну, Иисусом и Ангелами. И она называет Дьявола Змеем. Поэтому, когда мы читаем Бытие, что нужно понимать, так это то, что это тот, кого Иисус называет ответственным за все то, что происходило в книге Откровения. Ну что ж, давайте читать, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги». Именно из-за этого дьявола выгнали с небес. И вот он использует тот же подход к человеку. Когда дьявол проявил себя так, его выгнали с небес. А когда Адам и Ева съели тот плод, их тоже изгнали из присутствия Бога Отца. В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что маги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога». Только подумайте. Они начинали как сын и дочь Отца Небесного. Вначале они знали Бога как своего Отца. Они были благословлены Его обещанием и близостью с Ним, а все их нужды были полностью покрыты. Но как только они поддались искушению дьявола и съели плод дерева, на них сразу же опустилась завеса тьмы. Пришло разделение, и они вдруг осознали, что они обнажены. Теперь они были сфокусированы не на Отце, а на Своей плоти. Они были отделены от Отца, поэтому они больше не были сфокусированы на Нем, а только на себе. Теперь они думали только о себе. К тому же, к ним пришел страх, и они стали убегать от своего Отца. Посмотрите. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы проповедующие Евангелие?» Собирать средства с тех, кто получает обетование. Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась, наше служение, вы получите награду на небесах. Те, кто поддерживает нас, благословит вас Бог, шалом. Вернемся к нашей программе. Послушайте, грех обошелся нам в то, что цена греха – это то, что мы стали сиротами. Цена греха – это сиротство. Помните, в предыдущих программах я рассказывал, что раньше в разных странах мира, если в семье не было отца, а была только мать, то сын или дочь считались сиротами. Итак, когда Адам и Ева согрешили, они потеряли отношения с отцом. Они были отделены. Духовная связь была нарушена. И теперь они думали только о себе и стали сиротами. Но пришел Иисус и сказал так, «Я не оставлю вас сиротами». Напоминаю, что цель Иисуса – привести нас к Отцу. Именно об этом учил Иисус. Он говорил, «Я есть им путь и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус сказал, «Я пойду к Отцу. Предстану перед Ним. Он примет Меня как жертву за ваши грехи. А когда Он примет Меня как жертву, то выпустит к вам Святого Духа, который вернет вас в отношения с вашим Папочкой Богом. И тогда ваша сиротская жизнь закончится, а отношения с Богом будут восстановлены». Слава Богу! Аллилуйя! В Первом Послании к Коринфянам, 15 главе, 22 стихе, сказано так, «Как в Адаме все умирают, так и во Христе Иисусе все оживут». Иисус пришел, чтобы забрать у вас чувство сиротства, которое все человечество испытывало со времен Адама, и восстановить ваши отношения с Отцом. Цель Иисуса — явить вам Отца Бога. О каком имени говорил Иешуа? Он говорил об имени Отец. Еврейский народ уже знал Бога как Яхве, но они не знали Его как Отца. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 17 главу, 26 стих. «Иисус сказал об Отце так, «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Когда Иисус стал называть Бога Отцом, религиозные иудеи хотели побить Его камнями, потому что не могли это принять. Они считали, что это богохульство. Но на самом деле именно таких отношений хочет с нами Авва Яхве. Вот почему в Библии повсюду говорится о том, что Он есть наш Отец. Иисус был распят, затем Его похоронили, а потом, как вы знаете, Он воскрес. Также и в Послании к Ефейсинам сказано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Это первая глава, пятый стих. Камень был отодвинут. Женщины пришли ко гробу и увидели, что Христа там нет. Но. Затем Иисус явился одной женщине и сказал, когда она увидела Его, то подбежала, чтобы обнять. Но Иисус сказал, «Не прикасайся ко Мне, потому что Я еще не был у Моего Небесного Отца». Услышьте Меня. Я еще не был у Моего и вашего Бога и у Моего и вашего Отца. Иисус сказал Марии, «Не прикасайся ко Мне, потому что Я еще не был у Моего и вашего Бога». Моего и вашего Отца. А вы знали, что благодаря Иисусу, Бог — Отец, вам так же, как и Иисусу — Отец. Услышьте меня еще раз. Вы — Иисусе. Бог показывает вам это все в Иисусе. Теперь, когда вы в Иисусе, Небесный Отец, такой же Отец вам, как и Иисусу. Я знаю, что это сложно переварить. Может, это даже кажется вам богохульством. Но поймите меня правильно. Иисус всегда будет Господом и Сыном Божиим. Но в Нем мы были усыновлены. Сейчас мы во Христе. Именно это сказано в послании к Ефесиным, 1 главе, 5 стихе. Иисус выбрал нас. И теперь, когда мы в Нем, Бог нам такой же Отец, как и Иисусу. Вот почему Иисус молился в Евангелии от Иоанна, 17 главе, «Чтобы та же любовь, что была в Нем...» Откуда взялась эта любовь? Скажите. От нашего Отца. «Чтобы та же любовь, что была в Нем, была и у нас». Отец и Иисус. Они оба хотят, чтобы мы чувствовали себя частью семьи и ощущали ту же любовь от Отца, которую чувствует Иисус. Разве это не касается вашего сердца и не поднимает вашу веру? Разве вас не радует знание о том, какая у вас судьба? Ваша судьба — это знать Отца. Когда вы знаете, что вы рождены от Божьего Духа, и благодаря этому вы стали Его сыном или дочерью, а также что Отец любит вас, как собственное дитя, тогда вы понимаете, что значат слова. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вы — Божье дитя. И та же любовь, которой Отец любит Иисуса, обращена к вам. Когда вы имеете откровение об этом и понимаете, куда вы идете, это меняет вашу жизнь и приносит вам огромную свободу. Когда вы знаете, как сильно вы любимы и знаете, кто вы, я говорю не о внешнем человеке и не о количестве денег на вашем счету, не о вашей машине или работе, не о вашем весе, не о вашей внешней красоте, все это проходит. Мы все стареем. У всех нас кожа начинает морщиться, но речь не о внешнем человеке и не о внешних условиях. Я говорю о том, что внутри вас, когда вы понимаете, что на самом деле вы сын или дочь Бога, Бог любит вас, и Он ваш Папа, когда вы осознаете это, это приносит вам огромную свободу. Поэтому сегодня я хочу молиться о вас, о том, чтобы Бог дал вам этого Духа при мудрости к познанию Его. Во имя Иешуа я благословляю всех дочерей и сыновей, которые слышат меня сейчас. Папа, яви свою любовь к каждой дочери и каждому сыну. Покажи им, как сильно ты их любишь, и кто они для тебя, и как ты их высоко ценишь. Я молюсь об этом во имя Иешуа Хамашиаха. Шалом вам, мои дорогие друзья. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение, давать чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей, эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом. Друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Мы сельские жители, живущие в отдаленном регионе Пакистана. Мы хотим рассказать, что в условиях серьезных гонений нашей христианской общины команда христианского телевидения показала нам послание, в котором Равин Кёрд учил о том, как проходят сложные времена. Это послание помогло нам с мужеством смотреть в лицо мечу смерти, который висел над нашей общиной. Мы хотим поблагодарить вас за все ваши послания, которые вы передали нам. Пусть Бог вас обильно благословит. Ашик из Пакистана. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Вей Асэм Ле Ха Шалом «Да озарит вас Господь светом лица Своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за ним, то он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. В следующем выпуске мы поговорим о том, что значит иметь Отца в лице Бога. Многие называют Его Отцом, но кто из нас действительно знает Его таким? Это будет очень важное откровение, поэтому не пропустите наш выпуск. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова